Мы показали, они разные по силе, по творчеству, но мы их отобрали, вы знаете, даже от истории про импульсионистов, да, замечательной этой семьи, которую мы только что увидели, они разные. Но самое главное, у них есть одна важная вещь, они искренние, и они отображают ту Россию, какая она есть. Вот это самое важное. Поэтому мне кажется, это важно, чтобы, особенно для зарубежных коллег, они посмотрели и почувствовали, какая она в России разная. Самое главное, чтобы они сами, своими глазами увидели и посмотрели, как это все выглядит. Что я хочу сказать, что вот замечательная наша Наташа, с вами Наташа, что тебя еще раз все увидели. Вот этот проект, который я живу в России, пожалуйста, вот эти все фильмы, они могут быть включены в этот портал, и давайте мы всей России расскажем об этих замечательных людях. Начинаем от истории замечательных журналистов, районных сианистов из Двери, заканчиваем вот этой последней историей. Мне кажется, это все достойно, чтобы мы собрали их в один портал, и было видно, что эти люди соединены одним, одним смыслом. Они в социальных мете, они увидят их друг друга, и они будут той важной частью, которая держится в нашей России. Я хочу поблагодарить наших коллег, зарубежных коллег, которые особенно первые мы здесь. У нас, где наши призы, где, где, где. Вот, мы хотим поздравить замечательного болгарского нашего фото-брфа с замечательной работой Диону. Да, где он? Это говорит, что он все здесь. И хочу поздравить итальянских коллег, они здесь хотят, или их тоже нет? Итальянцы, пожалуйста, идите к нам, микро, идите к нам. Мы хотим в вашей работе отметить, как один из лучших фото-сюжетов. Вы можете наушники брать, я вам хочу сказать, как зарубежные коллеги. Нам есть наушники для вас здесь, Кирилл. Давайте поздравим замечательную, прокурскую вот эту историю. Пожалуйста, это вам побоим. И поздравим нашему болгарскому замечательному фотографу, философу, который создал уникальный вот этот репортаж, а это будет вам быть аппетит-другие тормоза и душу в работе. Поздравляю вас. Город состоялся. Вы так и над этим другом общаетесь, и первый раз здесь вас отрубили. Пять раз. На выставку, улучшите первый раз. Ребята, поздравим замечательное поздравление. Спасибо. 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 Я хочу сказать, что вот эти замечательные вот эти мозаичные истории, это Санкт-Петербург. И у вас, вы повесите на стену, рядом с вашим фотографом, и вам скинуть продолжаться дьявол. Дьявол Санкт-Петербург. Так что поздравляю вас. Еще раз. Коллеги, я хочу сказать, что у нас записаны все ваши выступления. Мы учили все ваши пожелания, все ваши светлые мысли. Включая тоже вопрос замечательный журналист, на который ответили все ведущие журналисты Евразийского пространства. Вот я хочу сказать, что очень важно, что вы побывали в армитаже. Мне кажется, вот эта группа людей, вот эти 375 домов журналистов из 3 стран и 45 регионов России, они сделали важную историю в начале своей карьеры. Они побывали в армитаже, пообщались друг с другом. И теперь стало немножко больше понятно, куда двигается наша Евразия, какие у нас журналисты, какие мы создаем именно продукты и чем, собственно говоря, мы занимаемся. Мне кажется, мы сумели разместить некоторые стереотипы, которые касаются разных народов и разных государств. И самое главное, преодолеть то, так скажем, ощущение, которое иногда возникает между европейским и евразийским пространством. Мне кажется, это очень важная вещь. Мы увидели Россию, Санкт-Петербург, Эрмитаж своими глазами. И мы можем рассказать своей аудитории о том, что мы увидели, с кем мы общались и каково было наше настроение. Я хочу поблагодарить, где Оля, где Наталья. Оля, где? Оля, вот Оля встань, Наталья, он покажись. И вы замечательные сотрудники. Другая Оля у нас там все ими в руки организуют все эти фильмы. Я хочу поблагодарить университет Санкт-Петербургский, замечательных волонтеров, Зурнава, Патрия, Журнадьевского. Встаньте, как вы все. Покажите. Спасибо. Спасибо. И вам, я хочу поблагодарить и комиссию Михаила Борисовича Петровского. Вы, как были, один из выдающихся людей нашего времени. Один из таких больших людей, которые охраняют цивилизацию, культурное пространство не только на вот этой дворцовой площади, но и практически культурное пространство. Один из главных хранителей культурного пространства и России, и Санкт-Петербурга, и мистерализационного диалога. Мне кажется, очень важно было и его приветствие, особенно про то, что политики могут мосты разрушить, а потом все время их постараться. Так что мне кажется, это тоже была большая удача и хорошо, что он поддерживает наш город. Я хочу всех вас поблагодарить. Хочу сказать, что работа наша продолжается. Завтра многие из вас разъедутся на разных, так скажем, транспортных средствах. И благодаря поддержке наших волонтеров, вы можете снять замечательные ваши сюжеты, репортажи о Петербурге, об Эрмитаже и об окрестнице замечательного Санкт-Петербурга. Я вас поздравляю с двенадцатым фурганом и хочу сказать, те репортажи, которые вы создадите, вы поправите в свои аудитории и получите, что наш делок будет продолжаться. Поздравляю вас с двенадцатым фурганом. Поздравляю вас с двенадцатым фурганом. И теперь Анна сделает важное занятие. Да, дорогие. Можете сюда? Можете сюда? Сейчас выrat едите в ресторан, но, так что вы были заехать людей, которые хотят сперва заехать в Октябрьске. Поэтому у нас тут два автобуса. Один едет прямиком в ресторан, второй заезжает в Октябрьску, на десят, пятнадцать минут. И в нем очень хорошо. Потому что вы там уже все едите. И затем вы отдаетесь в ресторан непосредственно. Автобус, который будет ездить в Октябрьску, он едет со мной, поэтому если вы видите kilometres, Я выйду за мной. Девочки, которые будут ехать в самый ресторан, стоят около людей, выйдут за ними, они вас управляют в самый ресторан. И еще хочу сказать, Лариса Дмитриевна, мы вовсю прием организован от заказа культурного образования. Вы знаете, как вы видите нас?